так друзья начал запись это будет 3 серия фильма надеюсь многосерийного вот так идет запись вроде бы идет перед вами 2007 8 9 10 годы расцвет садоводства моего в частности и сибирского в целом моего как часть общего движения которое я догонял догнал а потом и возглавил будучи человеком неуёмным какой-то вид оказалось я единственный кто знает все всех я по всем чем вы убедитесь посмотрел 10 20 30 фильма и я бы рада обогатившись этими же самыми зданиями и так поехали пульте грустный конец второго фильма и так этого я дерево это прекрасный сорт под названием осеннее полосатая ну здесь тоже наверное ноем с моими руками нет это не просто ветки упали подворожаем вначале я обратите внимание на самый низ штаба вначале отрезал нижние скалетные ветки не хватило сил просто и хватило прочности для того чтобы выдержать совершать урожай сперва отвалилась я уничтожил 2 и 3 ветки теперь упали слева а потом видал понять вот примерно вот такого разреза буду все объяснять почему это тоже учеба вот это другая крайность это дерево уже я не трогал и на нем рады не делал результат вы видите 40 яблок кто не в курсе это я называю король садос вот жигулевская наиболее считаю сейчас хотя прошли годы годы я сейчас считаю что это лучшее что может быть сибири осенний зимний сорт великолепным косами первая достойкость привит на сибирскую ягоду яблоню отсюда результат ну это понятно еще одна ветка не выдержала урожая и полсос вот такая характерная фотография вот яблоню вы видите этот сорт когда тогда я еще не знал что за сорт и сейчас не знаю вот один десятилетные ветки отрезать не стал вот я уже стал немножко таким ну раз убедившись что такое страшная вещь когда отрезаешь ветки нижней я их использовал для прививки груши видите получился и груша на яблони и яблони на яблони вот на крайнем случае подвоев груш тогда были проблемы я привел на яблони результат видите чернослив вот шикарнейшая вещь вкуснее ничего не бывает из слив смотрите и уже лопаются от сока от сахара видеть вот на входе газеты сады и сибири она мне опубликовала это 50 или 100 статьи опубликовала вот это такой коллаж своеобразный постелил газету вот почему я это сливы угощал стивили на главный редактор газеты сады сибири первый урожай коллавитных яблони сорт назывался КВС-7 вот да на центральном стамбе плодоношения но последний год о том что коллавитные яблони будут 15 лет плодоносить на центральном стамбе и эти бесконечные плодовое образование будут каждый год давать плоды оказались сказками вот еще не сказка вот еще я такой молодец а потом оказалось все таки что нас обманули когда специалисты профессионально по колоду поняли что вот люди не могут никуда деться от боковых веток и это нормально и какие-то не колоды раз дают боковые ветки за счет плода всящая вот тогда они завопили отрезайте боковые ветки если с урожаем вернее не с урожаем нет отрезать когда еще урожая нет в будущем урожаем вот такая страшная вещь произошла с колодами даже яблони оказались без перспективами так вырастали кавлики в Сибири практически все мертвые кроме боих или борьбы или мертвые Николай Владимирович Чижик отдельный служщик садоводов в моих корнях царство небесное вот на этот момент фотографии его уникали в волшебном саду я его благодарен за сорт богатырь я был за что наш лев вы видели и за его еще увидите с лево савдир востока это его находки это он выписывал из Европы на этот момент это примерно сейчас скажу надо взять вот так вот сделать кстати это доказательство что у меня подлинная фотография видите в 2007 год 21 августа вот и потом когда вы вам смотрите вот мы уже проходили вот видите вот эту фотографию и украли 20 или 30 плодопитомников присвоили а вот это когда все добавили раз видите вот эту присвоили несмотря на линейку раз ладно это было такое чтоб вы поняли вот очень удобно так вот Николай Иванович на свете я его благодарен безмерно три сорта благодаря ему вот вот это очень серьезный отдельный разговор в 2000 году случилась катастрофа в тысячах садов самая страшная катастрофа в Сябландии случилась позже тогда это было как бы приеме то есть на моих глазах на моих глазах а тогда уже яблонь было тысячи тысячи прям как едешь по дальше спасибо просто по дороге до Черепушки до Шушенской меня тысячи плодосящих обреков о яблонь оговорился и вдруг именно яблоней в середине лета исчезли все листья при ближайшем рассмотрении оказалось что ранее они были явно дайте чё это если смотри я уже знал и причудил катастрофу потому что на каждом дереве висели огромное количество коконов это бабочка капустиса вывела свои яйца свои личинки вот никто себе не боролся вот наука как всегда спала хотя рядом три научих учреждения вот никто ничего не смотрел и вот когда они весной вылупились из коконов были гусеницы в середине лета они все были большая большая часть яблонь стояла голая то есть они были практически уничтожены гусеницами тут два вывода первый сколько надо бороться руками собирать я тогда это делал то есть я брал ведро ведро немножко заливал ну меня так учили я все-таки наливал туда немножко солярки вот и это где мог достать где было лень до верхушек ну в общем часть коконов я снял то у меня было две ранетки вот и я все-таки спас а вот что касается нормальных людей они видели вот это сейчас я скажу когда это было это все важный разговор вы не думаете что я тут пришел вам сказки рассказывать вот нажали посмотрели 21 августа вот так вот 21 августа большая часть стояла голуби и люди взялись за топоры за пивы и тысячи деревья уничтожили как уже негодные совершенно а оказалось на самом деле я смотрел наблюдал вот часть деревьев среди летом покрыл свежими листиками то есть некоторые поторопились вырубать вот это я хотел отметить вот ну так вот получилось что я то ли забегал вперед на предыдущем фильме я сказал это характерная фотография говорит о том что почка почка рознь эти ветки выросли с почки а это уже другая фотография ветки выросли с почки вот и почка оказалась разная морозостойкость я потом на основании этого наблюдения десятки таких было наблюдений я пришел к розу что существует все декларирование я его как бы открыл это дополнение это не связано с изменением генетики решительством это геном решительством ДНК нет просто отбор можно сделать более тщательно вот видя когда на дереве есть и мертвые листья и живые и передать этому явлению отбор наиболее порностой их все-таки почек потому что с этой респочки это редко респочки у кого надо меня понял так сало как сало что я пробовать ну здесь получается так или я вам показывал не помню давайте так что показывал я пропускаю нарядные фильмы у вас суперсорт золотая медаль до выставки то ли в Париже то ли на Сидорфе работала Град при это была груша года при этом лучше на планете а вот такое началось моего друга от Яркова от Михаила Владыча я ни в кого не замечал не находил а у него я срезал веточку привил размножил сейчас она в сотнях садов как минимум и все в шоке от ее красоты но тут такой момент был это конечно было горько я должен сказать что этот автор к сожалению имеет такие прекрасные груши его повадили в печи собирали сдавали зарабатывали а когда он их попытался с ними разобраться они его сожгли дачу обидовало страшно и мы уже приехали на пожалище и он мне срезал то ли веточку то ли две то ли три вот и вот каждый такой человек как Михаил Иванович Дьяков вот они для меня бесценные друзья и они и мы все должны поклониться вот он си же крас и вот он пожалуйста я владел богатый из Европы то есть сейчас я скажу такую вещь еще раз скажу простите меня повтор вот это дело в том что сейчас простите бывают срочные звуки сейчас я отвечу и мы спокойно продолжим вот вот не могу прослушать даже снимаю фильм через 10-20 минут освобожусь поэтому меня все слышат я не выключаю это то о чем вы мне говорите вот еще раз институт имени Лисовенко Барнаул ведущий по грушам особенно прекрасные сорта красивые но все таки полукультурные потому что в них много крови было диких полудиких груш в результате не бёрзут в Сибири но и особо и не радуют вот когда ко мне нету скобила в том что плод это мой друг он взял лап на тот момент и кандидат наук привез ученого кажется оттуда ну неважно откуда он сказал что у меня занимаюсь грушами я выдел их по саду я угощал и вот не знаете как это ж не только у меня одна груша сейчас нету поблизости еще груш ну как сейчас только сейчас это я как бы забегаю наперед но это все равно те годы вот удивить вас какой-нибудь груши удивить 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 сейчас попробую ну то есть у меня несколько десятков их из них лучшие сорта россии мира это то есть абсолютно сладкие таких у меня десяток вот а все груши отсюда перенесены в отдельную папку поэтому и тут нет есть папка груши поэтому сейчас даже случайно не осталось вот поэтому мы просто продлим этот разговор а это ну надо ж так уцелело случайно не перейдется идем дальше а что сказал он достаточно молодой ученый я перечислял на память 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 Яковлева наряды Ефимова значит осенние Яковлева это все первый десяток значит потом среднерусская лесная красавица вот это все первый десяток и вот он сказал что он от таких когда я угощал сказал вот о таких всеми не занимался и даже них не слышал это о том говорит что наши пути с наукой разошлись именно поэтому я вам показываю и Николая Ивановича Чиженко почему потому что Груша под названием когда нам сказать от него значит вот меня обогател Грушей раз вот Дьяков Михаил Иванович вот у него такой был уникальный сад вот выжили оттуда выжигали мечи это для нашей страны это нормально так идем дальше вот это вот уже гибрид он уже нет этого гибрида я прививал абрикосы сливые абрикосы получил уникальные плоды не виданные плоды огромные плоды и ладно вкуснее чем сама сувенир Востока сам по себе еще раз посмотрите вот буквально вот одна фотография сувенира ну в общем сравнивайте вот он и вот сравнили вот вот такое преобразование уже тогда у меня бродили мысли о том что это телеград существует вот пусть через пять колодов но они сильно меняются сейчас двадцать третьем двадцатом году я вот я уже сто процентов доказал что оно существует плодинком Юра сейчас его небесное доказал это наш гений вот и к сожалению все это до сих пор находится без внимания науки идем дальше так ну понятно да понятно понятно а вот фотографии ничего показан представьте себе сумасшедшие ветра дублевская плодоносит тяжело ему страшно но плодоносит эти фотографии после пожара тема грустная поэтому после поджога вот что страшно поэтому я на этом не засыкливаюсь тут гепатогенная зона тоже одно из тех научных этих отставаний я так скажу да мерю рамками да поздно целая грядка вот так дохло-дохло потом уже померил вот не растет и все не растет бесполезно пока ограничивается или начинает рассказывать все-таки гепатогенные зоны излучения земли смертельные для растений смертельные для людей и еще смертельные на автотрассах где высокие скорости а не у всех мозги выдерживает пересечение с гепатогенными зонами потому что гепатогенная зона это силовая структура это страшная вещь по-русски попросту говоря вот посмотрите красота какая вот вот самое благодаря чижаку я знаете как назвал чернослив чижака ровно из вкусов вкуснотища а это еще это даже только с линейкой вот эта линейка должна была беспрепятствовать переносу этих на чужие сайты которые привоз не смысл вы знаете как сейчас делают вот раз сады урала и уже получается это они в своем саду сфотографировали а не я вот и получается что люди верят что у них вырастет получит такую красоту черт из два а вот эта линейка ее учеб новичков всегда хватает поэтому я еще раз говорю эта линейка моя фирменная вы видели на чужом сайте сайт мошеннический целиком не только потому что на одну а на остальных линейки нет фотографий все только вы видели на том из 20 из 50 из 100 фотографий вот эту линейку мою фирменную железную сразу закрывайте сайт и забудьте вот вас обманут сто процентов у меня был вебинар сняты два фильма а следующий вебинар будет у меня 15 давай сейчас скажу 22 да да 22 вот я опять покажу как это делается это ужас тихий это гигантский лохотрон а сколько людей в нем участвует ой сколько людей остается без денег это делается так в южных странах закупается приводится сюда доволом уже полусухие а дальше я вам докажу большинство из них не то что не превратятся вот в эти прекрасные плоды они даже не проснутся большинство даже не проснутся даже не замерзнут спустя ближайшую зиму а вообще не проснутся караул этот лохотрон дикий никому не нужно ни прокуратуре никому вот ну что я скажу сало как сало вот она линейка пожалуйста что здесь написано на памяти нет жёлтая а вспомнил это бочонок жёлтый бочонок а это знаете как ну где есть о чём поговорить уж извините это жёлтый бочонок я привил на ранетку потом подвернётся фотография этой ранетки полюбуйте сейчас я иду подряд не выбирая так вот значит яблочко средненькое получил со смолецка вот оно оказалось не очень то случая но дело в том что я привив покатыря от ЧЖК а это идёт жёлтый бочонок это допустим вот 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 на букву F потом потом вспомнил фамилию смолецкий садовод и вот и ещё один сорт привил три сорта крупноплодных вы знаете вот она видите она дали в плане ранетки красные удалось новые годы она даже не привита была и вот получается так она даже была быстрая и начинала превращаться в дичок то есть плоды меньше и меньше ну естественный путь ранетки не привитый даже ранетки ребят нужно прививать если хотите иметь качество ранетку долгие годы а тут нет тогда что а я в крону привил во-первых мне надо было куда-то натыкать эти посылки всего эти веточки чтоб не пропали натыкал а потом убедился что ранетка восстановила свои эти многокрупноплодом яблони называется можете назвать это ментором по митюрину насыщение ментора вот и удалось 30 лет выдерживать форму вес вкус ранеток вот это еще одно из моих наблюдений моя практика называется насыщение ментора по митюрину экстраполяция в будущее экстраполяцию будущее начали почему я вот это эти яблоки знали скупщиков куда бы их было и торговать было вот это самое торговать было я не мог и не хотел и тогда я что сделал ко мне поехали скупщики константинович как у вас урожай я говорю приезжайте у каждого соседа по 100 по 200 метров 2007 эпидемия пришла году 15 12-15 которая уничтожила сотни тысяч яблок за пару лет по всех Акасии Абакат Бенусинция Нагор Шушенская все было уничтожено вот и я интересное в плане учебы скажу в первую очередь были уничтожены яблоки с которыми издевались и делали искусственные кроны то есть делали бесконечно рано на кольцо эти погибли первыми вот те тоже погибали но уже не так быстро еще давали урожай еще несколько лет мучились вот эпидемия была страшная я назвал биологическая а это все не нашла эпидемия вот не нашла этой эпидемии мне просто приехали в цикле и сожгли сад вот а потом уже я перебрался на дачу и так далее но эту историю знает уже по-моему вся страна в общем если не калечит деревьев узнаете у вас будущее есть так красивые фотографии я тоже встречал на чьих сайтах этого я слива причем никакая то не роскость китайка у меня как собак этих вот это интересное этот сорт купил минусинский продавали как великан или богатырь или что-то по-моему тоже богатырь но будут огромные яблоки не пожалел пинусинского бабки на рынке купил тогда еще членками торговали вот я поехал в пинусинский хотел встретиться с самим байкалом на тот момент то есть тот этот и тот раз и до сих пор значит с тех пор и до сих пор он самый великий другое дело что я его не застался потому что какой Владимир гениальный а что он делал деньги зарабатывал где байкалом я в минусинске вот я его дом вот мне говорят он это он в Абакане поторгует этими сарцами на рынке вот дожили великие люди никому не нужны я это знаю на себе испытал хотя не такой великий как байкалом сало как сало вот а это уже дело новое это один из первых урожаев уже нет не так в 2007 году где наконец-то появился цветной аппарат который назывался цифровой и вот тогда этот цифровой фотоаппарат показывают уже во всей красе и началось несмотря на линейку пошла гулять эта фотография по интернету вот а вот остатки сгоревшего сада который сожгли еще раньше это 2007-2008 год примерно его сожгли и 2005-го вот да сорт называется знаете как уцелело дерево это называется слава вечерецка вот это тоже остаток того сада ну уцелело десять двадцать деревьев это ежегулевская и заповедать эта фотография одна из самых популярных среди фашистских сайтов запомнили вот ну это видите пустое поле и вот там за моей головой видите мертвое дерево за мертвое ну в смысле что оно было это сожрено еще одно дерево из оставшихся чудо уцелевших вот и опять моя линейка не помогает вместе с линейкой ворует фотографии вот вот жегулевская крупный план а вот эта фотография она еще казалось ценнее для ее обозвали знаете как персик сибиряк вот а может быть пока хватит это чтобы я не был болтаном наберем км персик сибиряк фото персик сибиряк и очередную закончим фото персик сибиряк вот эти фотографии и прошу вас внимание узнаете вот смотрите что здесь написано она моя фотография смотрите сюда я ничего не выдумываю итак фото 2007 2008 сейчас мы восстанавливаем ну польза должна быть от этих фирмов или не должна быть давайте посмотрим сюда вот сейчас только я вам показывал эту фотографию на моем этом как называется это моя папка на моем компьютере так глядем 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 вот смотрите я нажал получил первое сентября 2007 год вот смотрите сейчас вот я не нажимаю ни на какую мышку я просто подвел и вот вот это означает что я фотографировал своим фотоаппаратом смотрите внимательно соседи с другой стороны смотрите так вот еще персик своей этой самой племяннице вот моя физиономия 2 сентября а это 1 сентября посмотрели да вот это я крупный план сделал а теперь смотрим сюда внимание мы с вами ищем вот она это уже где это уже она попала на чужой сайт персик сибиря купить новый сорт вот поняли персик сибиряк новый сорт купить саренцы плодовых интересно кто продает а ё-моё у меня такое а нет попал ух ты какие у нас умные итак моя фотография всего 250 рублей корзина каталог саренцев вот все правильно ну-ка смотри в глаза ничего не напутал главные попали на главные вот ну все полюбовались но это не все итак моя фотография украдена слово сибиряк что означает слово сибиряк означает что дураку понятно что это персик короче сибирь и ведь правда не обманулишь в сибири но персик хасынский переименован придумал звучное броское название сибиряк значит покупайте у вас не забер нет так ねт так нет интернет� магазин мы реализуем т 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 вот contradит саренцев в крыбу из питомника вы представляете персик сибиряк я уже заметили матерное слово сказал персик сибиряк крыбу вращают вот ладно возвращаемся сейчас будем заканчивать ну давайте еще посмотрим вот видели его так и осталось посреди сколько и воде это учеба и так обнаружив добра пеших семенях аду на первом месте его первую очередь то и ворвы потому что до первая самая первая канавки не ходи нажимаю еще раз смотрите крупный план и теперь правой мышкой нажал дайте изображение в яндексе посмотрим сколько их украла эти внимание вот на свою голову десятка два десятка два мошеннических сайтов нет они может быть и какие мошенники просто нужно продать свои вот эти вот еще раз в этот хворост этот бусор выписывают на волок привозят в россию полудохло уже 100 садят горшки на рынок так я вот причем садят горшки губерска хворачки вот результат крымские персики описание крымские персики к рыбу вот крым вы понимаете но если ты закрывать и можно покупать валерия железная кстати вот вот продают москве по 611 рублей по 500 рублей в москве под московье продают в общем только благодаря фотографии удается продавать саженцы причем как правило продавцы об этих саженцах не знают ничего бирки вешает задним словом ну что друзья заканчиваю запись это была третья серия надеюсь я вам пригодился до свидания а это каждый раз как как принято говорить ставьте лайки 1 чтобы побольше просмотров было 2 значит косточки персика у меня есть именно это надо будет вот сюда загнуть смотрите внимательно сейчас закончу валерий константинович продайте мне что это будет будущий вебинар я для него готовлю материал и так цитирую валерий константинович продайте мне штук 10 костей персика хасанской вы у чернобаева сами дегустировали и нашли различия между привитыми и привитыми а тут получилось так у меня были все привиты а у чернобаева началось двух моих привитых саженцев и вырастил прекрасный урожай он снимал до 1000 штук с дерева ну правда укрывал но это уже другое дело зато урожаи какие я не укрывал у меня такие урожаи не снились так вот он взял потом косточки и вырастил скотчек дарил добро отношения и показывал я снимал фильм а я считаю что это все равно бой это мой клон персика хасанский клон это думаю название уже прилипло и вот бы сравнивали вот у него у меня-то только привитые были а у него привитые и непривитые и мы в его саду бои персики хасанские сравнивали подчеркиваю с привитого дерева искали собственно они не отличались причем рекордсмен оказался больше даже из фотографий с непривитого даже он победил по весу вот такие вот дела так что вот это вот помогло выйдет нашли я не нашел различия привитые они небольшие мелкие косточки у некоторых у меня 50 грамм у моих тех кто вырастет за мной хоть косточки хоть привитые уже есть и 60 грамм и 80-100 грамм и шалобай это 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 сахарин 200 и 200 и даже чуть больше душа это уже привитые то есть они у него в теплице увеличились на это нормально и тепле они чувствуют все друзья теперь заканчивая так косточки персика хасанского у меня есть стоит скромно 100 рублей косточка многие того стоит почему ну давайте еще раз фотографии вот если вы дойдете вот эта профессия смотрите вот и такой же не то наверно он этого стоит ладно девочки заглядывайте давайте заканчивать разговор есть еще косточки супер абликосов супер слив вишен черешин все есть вот вот каталог видите орехи яблони даже эти семена груш яблони я как правило рекомендую на подвой брать ведь в будущем по 2 яблони будущем по 2 я еще по-честному так сливы если будущее подвое смотрите вот есть будущее приводит то есть работайте черносливы до козловского вот венгерки и даже приватина видела черешни вот эти пять сорта вот сибирь блять ой извиняюсь как это слово вырезать вишни вишни черешни есть супер абрикосы есть потому что в этом каталоге есть еще что подождать показывали долго сбегаете или потерпите это подвойны все бросаю это дело иначе точно это и кто-то не добежит за валидолу до свидания друзья с 3 серия готова вот каталог показала цены для остыков эти цены закажите каталог